Звезды, небо голубей, но чего-то вдруг сжимает сердце, Когда мы вспоминаем тех детей, которых та война лишила детства. Литературно-музыкальная композиция «Дети войны» В исполнении учащихся 7-8 класса «Октябрьская школа». Лето 1941 года началось замечательно для многих девчонок и мальчишек. Лето обещало свои радости. Ярко светило солнце, разноцветным ковром стелились цветы на лугах. Ура, лето! Как вокруг тихо, красиво и спокойно. Побольше никаких деньков, не правда ли? А вы знаете, о чем я мечтаю? Я хочу стать учителем. Буду учить детей любить родину. Буду рассказывать им свои любимые стихи Александра Блока. Рожденный в крае лухи. Рожденный в крае лухи, пути не помню своего. Мудельки, страшно, хитрость, забыть не в силах ничего. А я буду врачом. А я буду просто хорошим человеком. Ребята, посмотрите, какая вокруг красота. Ты же тоже хладишь, а дешево-то какая. А взоры здесь тихие-тихие, чистые-чистые, как слезы. А старшеклассники гуляли на выпускных вечерах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фартистских захватчиков. На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 1 миллиона советских детей. Им было от 8 до 17 лет. Тысячи детей прошло через фашистские канцлагеря, пережили оккупацию, вышли в блокадном Ленинграде. Утро первого дня войны. Чёрные толстые самолёты. Они гудят низко над самой землёй. Десятки самолётов с крестами. Они закрыли небо. Закрыли солнце. Ужас. Посыпались бомбы. Без перерыва слышали изрывы. Я запомнила свои чувства, свой страх. Мы выскочили из дома. Бежали куда-то по улицам. Мне казалось, что города уже нет. Они развалены. Дым. Огонь. Сначала горели отдельные дома. Потом загорелся город. Животный страх. Первые убитые. Проснусь утром. Хочу вскочить. А потом вспоминаю. Война. И закрываю глаза. Когда она закончится? Дети детства узнали в руинах домов. Эту память вовек не убить. Лебеда их еда. И землянка их кров. А мечта до победы дожить. Пусть и третья часть населения страны жила в условиях жёсткой немецкой оккупации. Оккупанты уничтожали посёлки, деревья. Расстреливали и жигали жителей. Не жалели ни женщин, ни детей. Пусть и третья часть населения страны. Пол суховья оставила тебе. Снаряды полетали и взрывались. Смешалась кровь. Чёрная земля. Была семья. Был дом. Теперь остались. Совсем одни на свете. Ты и я. А за деревней рощи задымилась. Порочена чудовищным огнём. И смерть летала злой птицей. Бедо нежданно приходило в дом. Ты слышишь, Миш? Я сильная. Не плачу. И мне дадут на фонте автомат. Я так чу, за то, что слёзы грячут. За то, что наши сосеньки горят. Но в тишине свистели пули звонко. Зловещий отблеск полухнул в окне. И выбежала из дома девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне. Молчание. Ни голоса не слышно. Победа нынче простую страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, Осиротила подлая война. Детям пришлось пережить холод, Голод, гибель родных. И всё это в малом возрасте. Но они держались до конца, Пройдя через все жестокие испытания. Своим детским чутьём они понимали, Что пришла беда. Большая беда. Но сколько их не вынесло голода, И сколько сгорело в огне, И сколько бы ни было от холода, Не выговорить мне. Не выговорить нет мочи Советских детей число, Чьи жизни, чьи чёрные ночи, Кьи страшные дни унесло. 18 миллионов советских людей Оказались в фашистских концлагерях. Среди них были и дети. Лишь 7 миллионов человек Дождались своей свободы. Фашисты использовали малолетних узников В качестве бесплатной рабочей силы. Ставили над ними медицинские эксперименты. Использовали в качестве доноров, Забирая почти всю кровь. Нас, в огонь детей, Битком набитый, Никто нас не поил и не кормил. Первый раз остановились в Варшаве. Какой-то старичок зашёл с полными карманами смертных бумажек, На которых по-русски была написана молитва. Отче наш. И растал каждому. Привезли в концлагерь. Каждое утро сучал железный засов. Входил офицер и красивая женщина. Она говорила по-русски. Кто хочет каши, Быстро становитесь вдоволь ряд. Дети спотыкались, толкались. Каши хотели все. Те, кого владели кормить кашей, Больше не возвращались. Перед бараками стоял деревянный козёл для порки. Экзекуции шли каждый день. За что охранники могли наказать? Даже за то, что им показалось, Что ты недостаточно быстро Сдёрнул свою полосальную шапку, Приблизившись к нему Или посмотрел слишком дерзко. Могли тебя тут же ударить Рукояткой пистолета Или огреть хрустом. Со мной не раз проделывали такую завалку. Спускали на меня собаку, На пасть которой был нынешний намордник. Огромная собака свалила меня с ног И катала по земле. Стоявшие вокруг охранники смеялись. Вновь скупая слеза сторожит тишину, Вы о жизни мечтали, уходя на войну. Сколько юных тогда не вернулось назад, Не дожив, не добив, под гранитом лежат. Глядя вечный огонь, тихой скорби сияния, Ты послушай святую минуту молчания. Почти победа! Почти победа! Почти победа! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.